Доброго времени суток и микрофона, дай мне добро, в моем канале Быстрый Бэхо. В этом видео мы рассмотрим, как работать с файлами, как устанавливать приложения и основные базовые функции, которые вам нужны, чтобы работать с компьютером вполне полноценно. Начнем с работой с файлов. Создадим папочку на рабочем столе. Нажимаем правую кнопку мыши, чтобы создать папку или файл. Мы будем создавать папку. И теперь мы ее можем назвать. Назовем, например, по-русски. Либо, если вдруг у вас что-то не так с раскладкой клавиатуры, внизу у нас можно переключить раскладку. Также мы можем зайти в настройки раскладки и поменять раскладку. Если вдруг у вас нет русского языка, или только английский, или нет английского языка. Соответственно, тут можно все это настроить и я вам сейчас это покажу. Вбиваем в поиск первые буквы, которые нам нужно найти по языку. Если английский, то вбиваем английский. Я выбрал США в данном случае. Если вам нужен русский, вот сколько английская раскладка. Тут пишем рус по-английски. Как у меня на экране. И как видите, он нам подсказывает русский язык. С раскладкой разобрались. Все закрываем, нажимаем на крестик. Либо можно использовать комбинацию клавиш для закрытия Alt F4. Которую мы изучали в прошлом уроке. Теперь попробуем создать текстовый файл. В нашей папке мы в нее заходим. Открывается проводник. Здесь мы можем создавать какие-нибудь файлы. Предположим, мы создадим текстовый файл. Это уже полноценный документ, который более читаемый. Более. У него больше возможностей, чем в блокноте, который мы создавали ранее. Соответственно, мы можем тут. Уже создать, открыть его. И переименовать. Посмотрим, как его можно переименовать. Нажимаем правую кнопку мыши, чтобы именно по самому файлу надо попасть. Иначе откроется меню проводника. Где можно уже будет выбрать создать. А если нам нужно открыть и что-то с ним сделать или переименовать, нужно нажимать левую кнопку мыши по самому файлу. Выбираем переименовать и меняем название файла. После чего нажимаем Enter и название файла сохраняется. Теперь можно открыть этот файл и в нем что-нибудь написать. После того, как мы напишем, можно закрыть документы, нам предложат сохранить, что мы и сделаем. Также для сохранения можно использовать быстрый комбинацию клавиш Ctrl+, S, который работает почти во всех приложениях. Теперь попробуем удалить этот файл. Для этого мы нажимаем на файл и выбираем пункт удалить. Также можно использовать комбинацию нажимая на кнопку DEL, что тоже приведет к удалению файла. Теперь этот файл окажется у нас в корзине. Заходим в корзину и вот мы его видим. Файл полностью еще не удален, мы его можем восстановить. Выбираем этот файл и восстанавливаем. О, восстановили. Можем снова в него зайти, посмотреть все ли там сохранилось. Видим, что текст сохранился. И таким образом происходит сохранение файлов, восстановление и удаление их в корзину. Но чтобы удалить окончательно файл, нужно зайти в корзину и выбрать очистить корзину. Пункт при нажатии до правой кнопки мыши вылетает у нас менюшка и мы опять можем очистить, например, корзину. И теперь что мы еще можем сделать, это скопировать файлы. Мы можем открыть фотографии, видео, материалы. Все это можно сделать на компьютере. К нашему файлу мы попробуем вставить сюда какие-нибудь картинки, которые мы сейчас возьмем и скопируем. Выбрали картинки, выбираем копировать. Либо комбинация клавиш Ctrl плюс C. Чтобы вставить, используем комбинацию клавиш Ctrl плюс V или вставляем через меню проводника нажимая правую кнопку мыши. Так же мы посмотрим диски. Можно увидеть сколько гигабайтов осталось. Как мы видим, у нас синий это то сколько заполнено, белый сколько свободно. Чем больше гигабайт, тем лучше. Может если у нас будет память заполнена, мы не сможем сохранять какие-то новые файлы на компьютер. Теперь вернемся к нашим файлам и попробуем вставить сюда какие-нибудь картинки, которые мы сейчас возьмем и скопируем. Теперь можно попробовать скачать небольшую программу. Заходим в браузер. Этот браузер установлен во всех операционных системах Windows по умолчанию. У вас он обязательно будет. Соответственно, я покажу, как скачать через него. В принципе, если вы используете какой-то другой браузер, вы можете абсолютно так же скачать и там. Там, скорее всего, тоже будет абсолютно такой же поисковик, либо какой-то иной. Он будет абсолютно так же искать и сможет найти данную программу. Мы его нашли. И выбираем скачать. Но перед тем, как скачать, мы узнаем, какая у вас операционная система. Ну, чтобы вы тоже знали, где это посмотреть, если вдруг вас спросят, а что у вас за операционная система. Заходим в настроечки. Система. И информация, в общем, о системе. Вот смотрим. Она тут, как видите, называется что-то так. И тут мы видим, что у нас стоит Windows 10 Home для одного языка. Если у вас какая-то другая версия Windows, то может быть Pro, либо еще какая-то. Соответственно, это мало чем отличается от данной версии Windows. Все Windows примерно по управлению и по своим основным, как бы, функциям абсолютно одинаковые. Теперь мы вернемся к... Как видите, у меня сейчас загорелся черный экран. Это я соглашался установить этот файл. И попробуем установить программу. Мы помнили, что у нас стоит Windows. И выбираем скачать для Windows. Скачивается файл. Это у нас экзешник. Он по расширению будет. Ну, нам это сейчас не особо важно. Мы открываем этот файл, скачиваем. И устанавливаем. Устанавливаем, соглашаемся на все. И в конце, после того как он установился, он нам предлагает какие-то еще дополнительные функции поставить. Скорее всего, лишние галочки можно прочитать, снять, если нам Windows прав уже не нужен. Все снимаем. Лучше почаще спроверять эти галочки при установке каких-то файлов. Очень часто там могут встретиться какие-то дополнительные программы или расширения. Она у нас установилась и абсолютно работает. Я покажу, как с ней работать. Жена на это значок или... Есть кнопка для скринов. Я ее сейчас тоже покажу. Так, и мы тут можем сфоткать какую-то область. После чего нужно, например, на кнопку сохранить. Что позволяет нам сохранить данную фотографию в какую-нибудь папочку. Сохраняем и заходим в эту папочку. Тут мы видим, что у нас очень много уже всяких фотографий стоит. И трудно найти, скорее всего, новую фотографию. Поэтому мы настроим сортировку. Что вам тоже иногда может пригодиться при поиске какого-то файла, который вы недавно скачали либо сохранили. Выбираем сортировку по дате. И видим, вот у нас наша фотография. Мы ее нашли. Таким образом мы разобрали, как искать еще и файлы. Также можно искать файлы по размеру или еще по каким-то другим критериям. После установки мы можем открыть эту программу. Или, например, если мы ее вдруг не можем найти на рабочем столе, мы можем зайти в поиск. Он у нас располагается на панели внизу. Набрать первую букву названия программы. И найти данную программу. В данном случае мы ищем программу Lenshot. И мы можем вот ее найти. Что мы еще можем тут посмотреть, поизучать. Как удалять файл мы изучили. Как устанавливать тоже уже теперь знаете. И соответственно, что еще я могу сказать. То, что есть всякие вирусы для компьютеров на операционной системе Windows. Поэтому советую устанавливать программы только с официальных сайтов. Не стоит пользоваться какими-то торрент, качалками и так далее. Потому что именно такие программы чаще всего заражают компьютеры. И не мешают работать нормально за таким компьютером. Поэтому, во избежание каких-либо проблем, лучше скачать итоги с официальных сайтов программы. Так, конечно, определить официальный сайт или нет. Так как есть такой момент, когда делают похожий сайт на официальный. Но, как правило, официальный сайт обычно мы скачиваем самым первым. Либо мы пишем прямо в поисковике. Добавляем к названию программы off-site. Что прошифровывается как официальный сайт. Именно официальный сайт, может быть, сможет вам помочь, если вдруг скачали приложение на off-site. И у вас возникла какая-то проблема, вы сможете обратиться именно к разработчикам программы и решить ее. Если вы скачали приложение с какого-то левого ресурса, то разработчики ничем не смогут вам помочь. Потому что они не уверены, что вы скачали нормальное приложение и является ли это приложение вообще их приложением. Соответственно, это следует тоже понимать. На этом у меня все. Если видео было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Благодарю за просмотр. Также можете поделиться этим видео с кем-нибудь, кто плохо разбирается в компьютерах. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.